немножко решил отвлечься от темы чпу хотя это тоже немножко щепу связано скажу сразу получилось что-то непонятное или как сказать не очень получил точнее не знаю что с этим делать может кто-то что-то подскажет значит суть в чем пытаясь сделать значит 3d сканер в домашних условиях для этого стандартно сгорожена такая вот уголок у меня из фанеры наклеена значит калибровочная бумага на стеночке под углом строго 90 градусов здесь у меня установлена камера это ее так зажал тут всяческими способами веб-камера обычная ну и как бы освещением я тут такая лампа заведена суть в чем есть на компьютере такая вот программка вот сейчас попробуем сделать какое-то сканирование первое и посмотрим что с этого выйдет значит стоит фигурка беру обычный значит с электро лобзика лазер который дает засветку именно линии как выглядит в разборе значит пара винтиков пара винтиков сам этот самый блочок такой вот стоит тут драйвер сзади вставляются батареечки лр 44 включая его вот если посветить то видно значит красную линию на камере собственно этим мы и будем сканировать значит вот что происходит в полной темноте как обрисовывается наша фигурка вот в полной темноте лазерный лучик обрисовывает фигуру нашу постепенно создавая силуэт на экране монитора происходит зарисовочка можно делать полной темноте хотя зачастую камера почему-то в полусвете работает намного лучше значит установлена вот такая перемычная горе программа потому что была ее очень большая проблема найти именно рабочую версию сказал не один человек где взять конечно можете поискать попробовать но шансов очень мало программа реально только в одном месте рабочий остальное все стоит бешеных денег суть в чем значит как здесь на заставочки видно можно использовать веб камеру калибровочный угол и лазерный луч именно в виде линии вот значит пробую запускать программу сейчас более-менее покажу калибровку жму далее значит выбираю веб камеру мою c 270 тут разрешаю ну и собственно мы здесь начинаю видеть то что показывает наша веб камера вот она включая свет и вот сейчас видно на экране то что мы видим самой видеокамерой вот то есть подтверждение вот я руку совы шевелю рукой начинала камера направлена на калибровочный угол теперь я запускаю программу начинаю калибровать камеру значит надо выбрать здесь масштаб линеечки это надо измерять на надписи сцел которую в принципе покажу потом значит у меня масштаб здесь 30 забиваю 30 вот и жму калибровать камеру калибровка прошла успешно номера должны идти именно снизу вверх 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 если что-то не так значит надо зайти вот здесь вот в ластик и крестики ненужные закрасить но это как бы это так по программе значит прошла у меня калибровка успешно идем дальше вот значит что мы здесь видим вот и рукой здесь болтаю теперь нам надо поставить то что сканировать значит для примера выбрана вот такая вот фигурка жалко что цветная нежелательно что цветная но тем не менее значит попробую ставлю подставку на подставку фигуру подставки мало ставим выше вот так вот уже лучше вот она наша фигурка сейчас будем снимать видео и на телефон так жмем старт пошел видео захват и здесь ругается что значит не обнаружен нас лазер включая лазер вот он у меня в руке светит линий и смотрим что происходит старт я нажал размещаю лазер чтобы он весь угол перекрывал и начинаю большие движения смотрите что происходит мы начинаем обрисовывать фигуру движениями просто вверх и вниз и мы ее зарисовываем обратите внимание глаза сделаны из отражающего материала поэтому они не сканируются вот я делаю движение небольшие вверх вниз теперь сейчас я возьму опущу чтобы было видно полностью всю фигуру захожу еще раз и начинаю сканировать смотрите сейчас я обведу всю фигурку как видите на глазах фигурка начинает проявляться вот какие я движения делаю соответственно надо водить лучше медленно и потихонечку но как бы рукой то сложно словить поэтому фигурка вот она полностью все заливается вот я в центре вожу туда-сюда вверх-вниз вверх-вниз заливая полностью фигура могу как возможно максимально вот юбочку заканчиваем ее принципе пробно пойдет вообще конечно надо помучиться и добиться еще более максимально эффекта значит теперь я теперь я нажимаю паузу и мы можем посмотреть что у нас получилось единственное что надо выставить какой-нибудь сглаженный хотя бы троечку усреднение пятерочку интерполяцию интерполяция еще надо разбираться что такое жму показать 3d лет вот она фигурка опять начинает глючить комп от того что еле тянет с разверну на весь экран вот фигурка ее можно вращать поворачивать соответственно таких несколько сканов сделать мало того требования к фигуре следующие желательно она должна быть какая-то матовая и белого цвета или как хотя бы однородного но не черного цвета ваш черный цвет плохо отражает значит сохранила парочку объектов и иду далее далее у меня ускакивает такое-то кошка где вот такая абра-катабра этих слоев непонятно но здесь есть такая кнопочка упорядочить она их разделяет на слои вот они все отдельно ну и тут с небольшими манипуляциями сейчас буду пробовать слить это все воедино вот как это все выглядит вот они все куколки пустотелые ну в общем после долгих мучений получается что то вот такое вот на слое но слоев друг на друга такая пластилиновая леди конечно надо еще сканировать и снизу сверху делать подгонки но в принципе неплохо для сравнения значит сама фигурка я вращаю значит в руках книжка что рука оттопырена сзади на спине бантик что все очень четко видно на скане значит вот что получилось после сшития довольно неплохо все смотрибельно программа сама заткнула того чего нет сшила я думаю очень похоже на неплохо есть ничем подрать поразмыслить как всегда ставим лайк не забываем не зря старался